Друзья, подобные сказки я рассказываю на других каналах, потому что это канал новостной. Но для привлечения, скажем, вашего внимания на канал Баба-Яга по ягодам пошла, я хочу рассказать вам то, что я рассказываю на канале Баба-Яга. Там сказки рассказываю, гадания, травы. Сейчас расскажу я вам немного. Немного расскажу, допустим, о духах. Вы ходите в лес, вокруг вас духи, но вы их не знаете, не замечаете, потому что это как бы не ваша стихия, не ваша стезя. Но если бы вы знали, что вы, входя в лес, уже начинаете общаться с духами, то вы бы по-другому, может быть, относились к самому лесу. Считается ведь, что духи способны вмешиваться в наш мир, и они дают нам подсказки. Если вы просите у них о чем-то, сформулируйте, пожалуйста, свою мысль и четко дайте ее духам. Поэтому духи, когда вы с ними разговариваете в лесу, они ловят каждое ваше колебание. Если колебания у вас, знаете, ни то, ни сё, вы не можете ничего сказать духу, скажем, собственно говоря, а что вы толком хотите, если вы и сами не сформулировали, а начинаете рассказывать духу свою историю, возможно, ему это неинтересно. В Сталину задавали вопросы книги. Были такие книги. Правда, сегодня нам говорят, что это псалтырь. Возможно, у кого-то это был псалтырь, у кого-то были другие книги. Сегодня используют книги, даже Пушкина берут и гадают по Пушкину. Смешно? Но, однако же, давайте зададим вопрос. И посмотрите, как это будет работать. Ну, допустим, задумайте, с какой строки по счёту будет начинаться ответ, и откройте книгу наугад. Прочитав выпавшие предсказания, строки можно догадаться, как разрешится то, о чём вы спрашивали. Разные есть способы гадания, разные есть способы общения с духом. Ну, вообще, все ваши вопросы, которые вы задаёте, они идут или к духам, то есть к кому вы обращаетесь. Иногда вы обращаетесь к эгрегору своему. Ну, это кто друзьям, как вам сказать лучше, чтобы не обидеть никого. Кто человек, у кого есть душа. У кого нет, ну, конечно, вы думаете, что у всех есть. Нет, друзья, не у всех есть. Но это не важно. Живой дух, скажем, зажжённый. Есть, конечно, вы же живёте, а вот душа есть не у всех. Допустим, вы хотите узнать о будущем. Но можно это сделать, допустим, так. После полуночи выйти из дома и дойти до перекрёстка. То, что вы в этот момент услышите, и будет предсказание. В деревнях действовали так. После полуночи подходили к одному из домов, где горел свет, и старались услышать, о чём там говорят. Слова эти становились пророчеством на весь год. Так люди сами себе. Ну, девчонки, молодые парубки тоже. Им хотелось знать своё будущее. Так хочется всё узнать. Ну вот, узнали, запрограммировали свой мозг именно на те слова, которые услышали из-под окна. Узнать имя своего будущего мужа можно было так. В полночь выйти из дома и, как только встретится мужчина, спросить, как вас зовут. Названное имя будет предсказанием. Колечко-колечко, где суженого крылечка. Опять-таки, это ведь всё, видите, для тех, кто живёт в домах. Вся Россия-матушка, вся Украина, Беларусь, все жили в домах собственных. Они и думать не думали, жить в многоэтажках, как пчёлы в своих ульях. Но это не пчёлы даже, это ведь человек. И живёт он в человековейнике. В человейнике. Ну, или человековейнике. Но давайте мы с вами всё-таки вернёмся к гаданию. Колечко-колечко, где суженого крылечка. Налейте в прозрачный стакан воду, так, чтобы 1,4 объёма осталась свободным от воды. В центр стакана положите кольцо. Важно, чтобы оно было обручальным. Когда вода успокоится, всматривайтесь в самый центр колечка. Делать это нужно долго, чтобы достичь состояния лёгкого транса. И в это время, вот в этом переходном периоде вашего сознания, и не там, и не сям, это и есть лёгкий транс, вы увидите образ своего жениха. Иногда вы даже можете не знать этого человека. Вам кажется, ну, за кого вы можете выйти? Да вот в деревне все парубки известны. Однако же может явиться образ человека, о котором вы никогда и не думали. И самое главное, это сбывается. Это работа матрицы. Матрица так работает, что она даёт вам возможность увидеть, если вы хотите это увидеть. Ещё есть другое гадание на кончике иглы. Можно предсказать будущее. Для этого важно взять новые иглы, которыми не пользовались, чтобы на них не осталась информация. Информация от рук, информация от шитья, от стёжек, всё имеет значение. Для одного из гаданий используют 21 иглу, которые раскладывают по широкому, неглубокому блюду. После заливают очень осторожно водой. Иглы приходят в движение и образуют силуэты фигур, по которым можно, подключив воображение, судить, что ждёт в будущем. Если две иглы образовали крест, то это ваш недруг. Сколько крестов, столько людей, которые завидуют вам. Можно гадать с одной иглой, превратив её в маятник. Для этого нужно взять красную нить, длиной, равной расстоянию от кончиков ваших пальцев до локтя, умноженной на два. Отмеренная нить продевается в иглу, и её концы связываются тремя узлами. На стол кладётся монета, лучше серебряная. Держа иглу, маятник так, чтобы её кончик приходился в центр, монетки, задайте вопрос, ответить на который можно одним словом. Да? Нет? Если игла совершает продольные движения, то ответ утвердительный. Если маятник закачался в поперечном направлении, ответ отрицательный. Если игла-маятник пошла по кругу, то вопрос некорректно сформулирован, и на него нет ответа. То же самое можно сказать, если игла вообще не двигается. Новогодние предсказания несут в себе важные подсказки о том, что изменить в своём мироощущении в наступившем году. Что же будет с вами? Как вы изменитесь? Чтобы, конечно, друзья, не наступать на грабли, на которые вы уже наступали в прошлом году. Ведь Новый год это невидимая грань, отделяющая прошлое и будущее. Так люди вдохновлённо вдыхают свои мысли и дух в этот период времени. В древности считали, что в это время духи могут свободно проникать в материальный мир и делиться тайнами и раскрывать вам будущее, увидеть предсказания в пламени новогоднего костра. Можно, если обладаешь воображением, жизненным опытом, конечно, и никуда не торопишься. У новогоднего костра могут гадать в своём будущем сразу и несколько человек, ведь в пламени каждый ищущий увидит свои образы, подсказанные духами, духами леса, духами той поляны, где вы находитесь. Сидя у огня, можно внимательно всматриваться в рисунки пламени. Делать это нужно долго, чтобы опять-таки достичь состояния лёгкого транса. Огненные знаки явятся тому, кто имеет терпение, ну и страстное желание узнать будущее. Гадайте, развлекайтесь, увлекайтесь тем, что окружает нас. Это ведь так интересно, друзья. Посмотрите, какой сказочный домик, пряничный домик я вам показываю. Настоящий пряничный домик, сделанный из пряника. И всё сделано руками рукодельницы. А вы умеете так делать, друзья? Это не просто дар, это желание. Это желание создать красивое в новогоднюю ночь. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Желаю вам прекрасных гаданий, прекрасного Нового Года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова